62-летнего жителя Невельска обвиняют в убийстве. По версии следствия, фигурант проводил вечер, распивая алкоголь вместе со своими знакомыми – мужчиной и женщиной. В какой-то момент они начали ссориться. Сахалинец несколько раз ударил спутницу тростью по ноге, на что обвиняемый стал делать ему замечания. Между мужчинами разгорелся конфликт. Невельчанин взял нож и нанес множественные удары в область грудной клетки и живота потерпевшего. От полученных колото-резаных ран Сахалинец скончался на месте. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу. 51-летний ранее судимый житель Углегорска подозревается в убийстве знакомого. В ходе застолья между ним и его приятелем возник спор на бытовые темы. Хозяин квартиры не смог совладать с эмоциями и схватился за нож. Им он нанес один удар в область грудной клетки потерпевшего. Были задеты и повреждены внутренние органы. От полученной колото-резаной раны смерть наступила на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и собирают доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сахалинка осталась без доступа к порталу госуслуги. Потерпевшая 69-летняя жительница областного центра сообщила мошенникам код из СМС. Преступник представился жертве сотрудником сотовой связи. Он сообщил, что у нее истекает срок использования абонентского номера. Чтобы его продлить, необходимо назвать пароль. После этого Сахалинка потеряла доступ к кабинету госуслуг. Когда женщина смогла восстановить данные, увидела, что взломщики запросили несколько документов на имя потерпевшей. МВД предупреждает. Это мошенники. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp? Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram? Будьте бдительны. Это мошенники. Аферисты придумали новый способ обмана. Теперь своих жертв они ищут в мессенджерах. Как мошенники убеждают своих жертв? Звонок с портала госуслуг. Вежливый голос уверяет, ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит, украдут все данные, зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если заменить пароль и номер телефона на госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас под его чутким руководством. Запомните, это мошенники. Их задача получить доступ к вашему аккаунту на госуслугах, чтобы сделать все то, о чем они вам так подробно рассказали. Будьте бдительны. Мошенники придумывают все новые схемы обмана, пугают уголовной ответственностью, обещают баснословные выигрыши, прельщают и легким заработкам. И все с одной целью – выманить у вас деньги. Не доверяйте незнакомцам, не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это мошенники. Следователи оценят действия должностных лиц, которые принимали жилые дома в Горнозаводске. Как пишут в соцсетях, недавно отстроенные многоэтажки стали сырыми и ветхими из-за затопленных подвалов. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В рамках него сотрудники СК совместно со специалистами проводят осмотр, а также изымают документацию для назначения судебных экспертиз. Сахалинец ответит в суде за браконьерство. В конце августа прошлого года мужчина приехал к речке Марковки и стал вылавливать горбушу на месте ее нереста с помощью ручного сачка, запрещенного орудия лова. Прямо на месте потрошил рыбу и забирал красную икру. Фигуранта задержали сотрудники рыбоохраны. К тому времени он успел заготовить 82 ястыка весом более 7,5 килограммов. Ущерб составил 210 тысяч рублей. Южно-Сахалинец попался на краже золота у матери своей сожительницы. Женщина обратилась к полицейским 23 мая и сообщила, что у нее пропали дорогостоящие украшения. Обстоятельства заявительница назвать не смогла. Сотрудники уголовного розыска установили причастного к преступлению. Им оказался 23-летний житель областного центра.